Сегодня цветоводы начали промышленную срезку роз. Немецкие сорта на кабинете выращивают больше 10 лет. Стараются это делать максимально экологично. Растут розы в кокосовом субстрате, а для защиты от вредителей и болезней используют исключительно биологические методы. Используем энтомофагов. У нас собственная биолаборатория, в которой мы разводим хищных клещей и насекомых, которые поедают наших вредителей и тем самым поддерживают культуру в здоровом состоянии. Для борьбы с болезнями цветов используют специальные микроорганизмы. Это позволяет сделать цветы максимально экологически чистыми. Каждый день цветоводы срезают порядка полутора тысяч роз. А сегодня в срезке поучаствовал и вице-губернатор. Важно над листочком каким-то? Очень важно. А что от этого зависит? Это следующая срезка зависит? Почки. Так, всех поздравляю. Такие же меры безопасности применяются и при выращивании овощей. На комбинате выращивают листовой салат, зелень, томаты, огурцы, баклажаны и лук. В прошлом году предприятию удалось вырастить около 7400 тонн овощей, 557 тысяч роз, 11 тысяч горшечных цветов и порядка 500 тысяч штук рассады. Общая выручка составила почти 500 миллионов рублей. Но преимущественно все равно Владимирский регион. За пределы мы региона не выходим. Для того, чтобы выйти на объемы, которые бы позволяли реализовать продукцию в другие регионы, в другие округа федеральные, конечно же, надо расширяться. Надо это направление расширять. И для этого комбинату необходима масштабная реконструкция. Последний раз теплицы здесь обновляли в 2010 году. В одной из таких и растут розы. А большая часть теплиц построена порядка 40 лет назад. Также комбинату необходим логистический комплекс и новые склады. Стоимость модернизации оценивается в 8 миллиардов рублей. И сейчас в администрации региона разрабатывают пути ее реализации. Есть два сценария, которые можно запускать. Первый – это своими средствами, привлекая банковское финансирование. Мы этот сценарий прорабатываем. Второй сценарий – это возможное привлечение инвестора на тепличный комплекс. Финансовый анализ обоих сценариев администрации региона планируют завершить к лету. После этого возможности финансирования обсудят с ЗАГС собранием и департаментами и примут окончательное решение. По планам продлится модернизация до 2025 года. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».